Драки на перроне, давка в вагонах и километровые пробки на трассе. Какой была дорога на чемпионат фейерверков и почему праздник мирового масштаба превратился в огромную проблему? Закон не писан. В Калининграде на штрафстоянках игнорируют новые правила, позволяющие забирать машину бесплатно. Калининграда на новой банкноте не будет. А вот у кого еще есть шансы разместиться на 200-рублевой купюре? На Черняховской трассе у машины отказали тормоза. Чтобы уйти от столкновения с фурой, водитель врезался в стол. Насквозь сырые, но все же довольные. Велопробег Тур-де-Кранц под проливным дождем собрал рекордное количество участников. Почему калининградцы готовы крутить педали даже в непогоду? И к главной теме. Ярким и красочным таким обещал быть фестиваль фейерверков «Минувшие выходные» в Зеленоградске. И действительно, по зрелищности он превзошел все ожидания. А еще давка, драки, дымящаяся электричка и километровые пробки. Очевидцами всего этого стала и наша съемочная группа. Подробности в первом материале выпуска. Так стартовал международный фестиваль по фейерверкам. Праздник феерии, цвета и света, без ложной скромности событий мирового масштаба. И первыми продемонстрировать свое искусство представился шанс пиротехникам из Италии и Мексики. К слову, это мастера, уже получившие признание. Мы были занесены в Книгу рекордов Гиннеса в 2012 году за фейерверк, который устроили в Кювейте. Он длился 1 час 10 минут. Его длина составила 6 километров. А вот команда из Мексики выступила на открытии Олимпиады в Пекине. Не менее грандиозное шоу устроили мексиканцы и на чемпионате в Зеленоградске. По словам директора Калининградского центра фейерверков Евгений Хан, опасения орнитологов насчет безопасности птиц во время фестиваля оказались напрасными. Я ни одной птицы сегодня за целый день не увидела. То ли, может, они уже улетели, то ли решили переждать. Однако под угрозой оказалась безопасность гостей праздника. По словам организаторов, такого не ждал никто. На ваших экранах любительское видео, сделанное очевидцами на Северном вокзале. Гуще событий к своему невезению оказался и наш коллега Кирилл Попов, который добирался до Зеленоградска даже не в тамбуре, а между вагонами. Если я в пространство между вагонами пришел, сознательно встал, то девушку из другого вагона туда просто вытолкнули, потому что стоять было вообще невозможно. И уже я потом слышал, что где-то впереди, в передних вагонах, произошел какой-то пожар, что-то дымилось, и на некоторых станциях отключался свет. Мы просто по 10 минут стояли, плюс еще пытались туда войти люди и их оттуда выталкивали. Причины задымления в вагонах нам объяснили в РЖД. Ну что сказать, курили в тамбурах. Похоже, культурные горожане позволяли себе в переполненных поездах все, и не только покурить. 2016 год. Эволюция поезда. Сегодня в поезде можно не только ездить. Жительница Калининградской области Ольга Архипова фейерверка так и не увидела. В километровой пробке ей было совсем не до этого. Рассказывает, у машин закипали двигатели, пахло сжженной резиной, а люди словно потеряли голову. Там такой затор стоял. Машины бросали просто посреди дороги. Для людей, по-моему, дорожных знаков вообще не существует. Ну то есть вот по сплошной обгоняют, то есть люди, которым на все наплевать. Вот в канаве валялись машины. То есть, видимо, навстречку выехали тоже. А сейчас на ваших экранах сказочная очередь в единственную работающую кассу на Северном вокзале. Как нам объяснили в РЖД, это их просчет. И оправдывать себя они здесь не будут. Однако то, что произошло после фестиваля в Зеленоградске, кажется невероятным. Электричка приехала на первый перрон. Двери открыли с двух сторон в электричке. Люди стояли на двух платформах и со всех сторон просто на нее полезли. Это что-то страшное было. Народ висел. Я не знаю, как там даже двери закрыли в первую электричку, потому что тамбур был переполнен. Вторую электричку брали также штурмом. К счастью, трагедии не случилось. Количество поездов было рассчитано на 15 тысяч человек. Вернуться на них в Калининград планировали 30 тысяч. В итоге это удалось 25 тысячам гаражам. По словам очевидцев, на перронах и в вагонах творился такой хаос, как будто наступил первый день зомби-апокалипсиса. Это неудивительно. Как нам рассказали в РЖД, организаторы заявили о необходимости пустить всего четыре дополнительные электрички. Хотя на деле не хватило и шести. Это при том, что максимальная загруженность одного поезда составляет полторы тысячи человек. На деле же поместилось до двух с половиной тысяч. По мнению начальника пресс-службы Калининградской железной дороги, ситуация была в миллиметре от коллапса. Мы полагали, что будет, скажем так, пассажиропоток достаточно большой. И впервые за много лет мы проработали такую технологию, которая вроде бы на первый взгляд простая, но на самом деле технически сложно осуществимая. То есть мы организовали такой залповый вывоз пассажиров, электрички уходили с интервалом 10 минут ночные. Но то, что случилось, превосходило даже смелое предположение и могло бы быть все гораздо печальнее и грустнее. Виной случившегося, пояснил Александр Першин, стали просчеты организаторов. РЖД всего лишь выполняла заказ. А ведь подготовка к фестивалю велась грандиозная. Вот этот формат мирового чемпионата, который выбран в Калининградской области, он, в общем-то, с моей точки зрения, будет, во-первых, с одной стороны уникальным, с другой стороны он станет самым востребованным. А мне как-то спросили, немало ли команд. Я всегда привожу пример, что до 96-го года в чемпионате Европы по футболу участвовало тоже 8 команд. А сейчас там уже 32, да, скоро будет. Несмотря на такой серьезный замах в Рио министра по туризму, те, кто провел полночи в электричках и пробках, с этим громким сравнением не согласны. Вряд ли на чемпионате Европы было хоть раз что-то похожее. Теперь калининградцы сомневаются, стоит ли ехать в следующую субботу на побережье и подвергать себя риску. Организаторы же шоу даже спустя два дня так и не смогли объяснить гостям праздника, почему сложилась такая ситуация. Нина Чешкова, Михаил Альбаум, Служба новостей город. Тем временем в Калининграде игнорируют поправки к закону, позволяющие вернуть авто со штрафстоянки бесплатно. Напомним, с 1 сентября эвакуированную машину можно забрать сразу, а штраф оплатить в течение 60 дней. Но, как оказалось, у нас в городе этот закон действует только на бумаге. Чтобы забрать свою машину, калининградцам по-прежнему нужно отдать 2090 рублей. Причем эвакуаторщики говорят, что о новом федеральном законе знают, но ссылаются на региональный. Он как раз еще не успел поменяться. Правозащитники же считают, что в такой путанице виноваты региональные власти. Закон вступил в силу с 1 сентября, однако сам закон принят еще в июне месяца. И на месте региональных властей необходимо было за этот период времени уже определиться с порядком возвращения транспортных средств со штрафстоянки без предварительной оплаты. Но, говорит юрист, до Калининграда все изменения в законах добираются в последнюю очередь и добавляет, что федеральный закон все равно главнее местного. Поэтому водители могут смело требовать свою машину, ссылаясь на статью о незаконном удержании имущества. В Калининграде начался ремонт постамента памятника землякам-космонавтам. Строители уже убрали элементы старой мозаичной облицовки. В ближайшее время по всему периметру постамента должны быть установлены плиты серого цвета. Завершить реставрацию планируют к 25 сентября. Какие еще новости сегодня обсуждали в городе, расскажем далее короткой строкой. Движения на пересечении улиц Багратиона, Октябрьской, Большой Песочной и Дзержинского перекрывают еще на месяц. Это связано с тем, что строители обнаружили подземные кабели высокого напряжения. Работы на перекрестке должны завершиться 1 ноября. Жители приграничных районов Польши, которые раньше пользовались МПП, намерены потребовать у правительства компенсации за изготовление карты. Об этом сообщает один из польских депутатов. По его словам, сейчас люди не могут себе позволить оформить визу за тысячу злотых. А тем временем в МИДе страны заявили, что поводов восстановить прежний режим с Россией нет. Калининград не попал в дальнейший отбор символов для новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей. В финал вышли Владимир, Волгоград, Иркутск, Казань, Нижний Новгород, Петрозаводск, Севастополь, Сочи и Сергеев Посад. Результат окончательного голосования объявят после 7 октября. На заводе «Янтарь» начали строить второй траулер для камчатских рыбаков. Проект судна длиной 50 и шириной 12 метров придумали в Норвегии. Добывать рыбу будут тралами, неводом и сетью. Балтика со счетом 1-4 уступила Тосна из Ленинградской области. Единственный гол престижа забил дебютанка ленинградской команды Семен Помогаев. Сейчас клуб находится на 18-й позиции из 20 возможных. 10 сентября балтийцы сыграют с еще одним аутсайдером чемпионата – клубом Тамбов. Зеленоградск вошел в рейтинг журнала Forbes. Город оказался третьим в списке удачных мест для отдыха в бархатный сезон. Впереди Баку и Ялта. Места распределялись в зависимости от средней стоимости отдыха, в которую входили авиабилеты из Москвы и недели проживания в недорогом отеле. На выбор в пользу Зеленоградска повлияла, конечно, Куршская коса, а также мировой чемпионат фейерверков. Объекте культурного значения – не единственное, что может заинтересовать туристов в Калининградской области. Погода также обещает быть бархатной. Синоптики однозначно заявляют – настоящему бабьему лету в наших краях быть. Продолжается основное лето, то есть летние процессы не прерывались. Пока что продолжается к нашему счастью, как говорится, и нам повезло, как говорится, в лице Калининградской области. Активизировался Азорский антициклон. Он образуется над Азорскими островами, чаще всего. И вот ее отрух распространяется на Западную Европу, в том числе на Калининградскую область. Поэтому впереди нас ждет еще целая неделя лета. Пусть не календарного, зато климатического. В начале недели температура будет еще не очень высокой. 18-23 градуса, а в четверг по области уже около 24. К выходным вполне летняя жара, плюс 28. Даже искупаться еще получится, заявляют синоптики. И только в воскресенье вечером в Калининградскую область придет холодный фронт. Принесет с собой солнечную, но все-таки осень. Полицейские задержали в Калининграде 60-летнего сторожа. Он украл со стройки, которую охранял 277 метров электрокабеля. Обнаружил пропажу и обратился в полицию прораб. Как выяснилось, предприимчивый охранник организовал на объекте подпольную торговлю. Местные жители приходили к нему за электрокабелем той или иной длины. За несколько дней мужчина успел заработать 20 тысяч рублей. Такие деньги могут обернуться для задержанного двумя годами тюрьмы. О других происшествиях города и области за минувшие сутки расскажем далее. На променаде в Зеленоградске горела недостроенная гостиница. Сначала загорелась кровля здания. В итоге за два часа пожар уничтожил 300 квадратных метров крыши. Огонь потушили четыре пожарных расчета МЧС и военнослужащие поселка Рябиновка. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия. В Калининграде также не обошлось без пожара. Накануне ночью у 101-го дома на улице Гагарина хулиган поджег автомобиль. Как сообщают местные жители, возможно, так он пытался отомстить за занятое парковочное место. Остаться безнаказанным нарушителю не удалось. Поджигателя задержали прохожие. Теперь им займется полиция. В Черняховске на трассе у машины отказали тормоза. Как видно на этой видеозаписи, чтобы избежать столкновения с фурой, водителю пришлось обгонять ее по обочине. Но на пути встал стол. К счастью, автомобилист не пострадал. Однако теперь ему придется ремонтировать не только свое авто, но и возмещать убытки за испорченное имущество. Опытные водители советуют в таком случае пользоваться ручным тормозом или переключаться на первую скорость. Накануне на Курской косе произошло ДТП. Водитель джипа ехал по дороге с высокой скоростью и не справился с управлением на повороте. В результате машина вылетела на обочину и перевернулась. Как рассказывают очевидцы, водитель сильно не пострадал. Проезжающие мимо велосипедиста отделались легким испугом. Сейчас ГИБДД проводит проверку. Анастасия Орехова, Марк Шкода, Служба новостей города. Скользкая дорога, мокрая одежда и нескончаемый дождь. В воскресенье ежегодный велопробег Тур-де-Кранц сопровождала непогода. Впрочем, ливень не смог омрачить настроение велосипедистов. Более того, в этом году удалось поставить рекорд по количеству участников. Наша съемочная группа отправилась на промежуточный финиш Зеленоград, чтобы встретить тех, кто отважился на поездку под дождем. Так в Зеленоградске спустя полтора часа появляются первые участники велопробега. Буквально за несколько минут площадь розоветров забивается до отказа. Здесь у велосипедистов есть чуть больше часа на то, чтобы передохнуть и обсохнуть, насколько это возможно под моросящим дождем. Однако первым, кто преодолел первую часть дистанции, оказался самый опытный участник тура. Для Вячеслава Розуваева этот велопробег уже 20-й по счету. Причем подряд. Так что ехать или не ехать на этот раз сомнений не было. Тем более, как рассказывает Вячеслав, бывало и хуже. Я раз попал в такой дождик и ливень, мало народу было, но я все-таки доехал и проехал, и все получилось. Несмотря на непогоду, сошедших с дистанции немного. А у каждого, кто финишировал, есть своя мотивация для этого. Кто-то поднимает боевой дух, кто-то в такую погоду закаляется. А для некоторых главное – веселая компания. Эти молодые люди уверяют, по поводу поездки с утра не было никаких сомнений. Ведь для настоящей дружбы не бывает никаких преград. Мотивация собраться, чтобы с друзьями поехать на велозабег. Это очень хорошо. Половина не поехала, побоялись дождя. А так, если бы было солнце, можно было бы и больше собрать друзей. А вот в семье Рябининых признаются – с утра уже собирались отменять поездку. Ведь если не каждый взрослый рискнул отправиться в дождливое турне, то как справятся дети? Но потом решили, будь что будет, и не пожалели. Девчонками со своими детьми, мальчишками собрались и решили исследовать свои силы. Посмотреть, на что мы способны. Нам очень понравилось. Мы довольны. И поедем обратно. И в следующем году обязательно будем участвовать. Маму утром запугали, что типа мокрое, все будет, дождь. Потом мама такая говорит, ну память же все-таки солнце. Такая, да, поедем. Были и те, кто остался против дождя один на один. Для таких людей плохая погода – это не причина не ехать, а наоборот – дополнительный вызов. И веский повод обязательно отправиться в опасное и захватывающее приключение. Главное – не испугаться перед лицом могучей стихии. Некоторые готовились к борьбе с дождем в последний момент. И в спешке нацепляли на себя плащи и дождевики. Нашлись и те, кто приняли меры заранее. И на сюрпризы к ленинградской погоды отреагировали без всякой паники. Форма соответствующая, дождевичок, питание определенное, бачок с водой. То есть все то, чтобы никакая в виде дождя помеха не испортила это мне настроение. В этом году впервые можно было зарегистрироваться на велопробег по интернету. Причем как бесплатно, так и за символическую плату в 100 рублей. Дополнительная мотивация для тех, кто зарегистрировался платно ехать в дождь – это полагающаяся возможность перекусить. Вот такой вот талончик можно обменять на воду и сэндвич. По данным Министерства спорта, в этот раз на пробег собрались примерно 7 тысяч человек. Больше, чем когда-либо. Удивительно, что рекорд состоялся под проливным дождем. Так что теперь можно утверждать смело. Калининградским велосипедистам дождь не помеха. Марк Шкода, Екатерина Кальниченко, Служба новостей город. Началась первая осенняя рабочая неделя. С каким настроением ее встречают калининградцы? Вы узнаете из нашего традиционного опроса. Партнер рубрики «Хорошие новости» – компания «Кёнингдорс». Выходной сегодня, это, наверное, хорошая новость. Прошло 1 сентября, мы поступили в университет, я на бюджете. У нас сейчас нету пары, мы гуляем. Ура! Отсутствие плохих. Сегодня второй день учебы, я все еще не вылетел. И меня это очень сильно радует, потому что таким людям, как я, очень тяжело где-то убежаться. Все живы-здоровы, слава Богу. Дела вроде удаются пока. Так что я искренне хочу, чтобы у всех так же было. Нет пары. Отвели пару. День такой хороший, в отпуске я. Партнер рубрики «Хорошие новости» – компания «Кёнингдорс». Центробанк установил курсы валют на вторник. О том, как изменилась стоимость доллара и евро, расскажем далее. Курсы валют на 6 сентября. Доллар США – 64 рубля 76 копеек. Евро – 72 рубля 37 копеек. Польский злотый – 16 рублей 63 копейки. И по традиции завершает наш выпуск прогноз погоды на завтра. С ним вас познакомит наша ведущая Александра Дмитренко. Партнер прогноза погоды – дом бизнес-класса Риттерхоф. Здравствуйте. Калининградцев ожидает теплая и солнечная рабочая неделя, которая завершится не менее теплыми выходными. Такой прогноз делают синоптики. Каждый день ожидается переменная облачность без осадков, а пятница будет самым жарким днем. А теперь о погоде на завтра. Во вторник днем в Калининграде пасмурно и плюс 20. Вечером ясно, но вот температура воздуха опустится до плюс 14. Ветер северо-западный – до 2 метров в секунду. Атмосферное давление чуть выше нормы. Партнер прогноза погоды – дом бизнес-класса Риттерхоф. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Если и вы стали свидетелем необычных событий, знакомы с интересным человеком или вам нужна помощь, звоните к нам в редакцию по телефону 555-085. В студии с вами была Мария Лукьянова. До встречи в эфире и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова